Короче, был у нас с вами как-то стрим, на котором я рассказывал о многообразии такой группы животных, как членистоногие. Немного там еще было об эволюционных принципах и различных гипотезах происхождения насекомых. Там я упомянул, что можно было бы разобраться в вопросе происхождения и эволюции насекомых подетальнее, о чем вы много писали даже после выхода стрима в его комментариях. Ну и теперь этот день настал. Значит, планировал я ролик минут на 10 максимум, но углубился в тему и в ней оказалось так много тонкостей, которые жалко выпускать. И вот у меня уже 7 страниц текста, так что даже не знаю, насколько все это затянется. Поразительная древность, разнообразие и экологическое значение членистоногих всегда вдохновляли многочисленные попытки исследователей разобраться в их глубокой филогенетической истории. В принципе, интерес к насекомым можно понять, ведь количество описанных видов насекомых превышает количество всех описанных видов растений, грибов и всех остальных животных, вместе взятых. Ну так, к сведению. Поэтому сегодня поговорим о современных представлениях происхождения насекомых, а также посмотрим, как выглядели их первые представители. После этого видоса можете забыть о такой группе животных, как трахейно-дышащие, а также об учебнике биологии за 7 класс, это которая и многообразие живых организмов. Ведь гипотеза родства насекомых и многоножек, а также версия происхождения членистоногих от кольчатых червей безвозвратно канули в лету еще в начале нулевых годов, а то и раньше. Погнали! Итак, для начала кратко вспомним о современной систематике членистоногих и об их положении на эволюционном древе. Схема. Она немного упрощена, но сегодня нам этого будет более чем достаточно. Прежде всего стоит понимать, что эволюция это ни разу не линейный процесс. Группы живых организмов постоянно дифференцируются, разделяются на новые популяции, виды и группы. В общем, еще до начала кембрийского периода, более 560 миллионов лет назад, жило существо – урбилатия. Это был маленький червячок размером с рисовое зерно. И несмотря на свой внешний вид и размер, этот червячок был максимально прогрессивным в свое время. Ведь жил он в период морских садов и диакария, когда все животные были максимально-минимально подвижны. Урбилатия была самым первым двусторонне симметричным животным, или по-другому – билатеральным. В начале своего эволюционного пути билатерали разделились на первично-ротых и вторично-ротых. Определяются эти группы способами закладки рта и жопного отверстия на стадии гаструляции. В эбриологию глубимся в другой раз. К вторично-ротам относятся иглокожие, полухордовые и хордовые. К последним относятся как раз позвоночные, и мы в их числе. А вторично-роты говорить не будем. Первично-роты же в процессе эволюции разделились на спиральных и линяющих. Спиральные – это моллюски, кольчатые черви и плоские черви. Все они характеризуются спиральным дроблением зиготы, опять же во время эмбриогенеза. Представители группы линяющих, соответственно, характерны тем, что периодически сбрасывают свои внешние покровы в процессе роста. К ним относятся круглые черви, тихоходки, приапулиды – это такие морские, сами видите, что? Также анихофоры, вымершие динокориды и членистоногие. Следовательно, школьный учебник по биологии уже на этом этапе идет в одно место. Ведь там нас учат, что членистоногие происходят от древних многощетинковых кольчатых червей. И интуитивно это кажется правильным, ведь они имеют очень близкое строение и внешний вид. Но вот молекулярные данные, а также исследование эмбриогенеза, говорит нам о том, что это внешнее сходство между столь неродственными группами животных – очередной случай конвергентной эволюции. Это когда сходные признаки развиваются параллельно в сходных условиях, но независимо друг от друга. Таким образом, ближайшими родственниками членистоногих являются анихофоры и динокориды, которые развивались параллельно с первыми членистоногими. На тему положения членистоногих выходил отличный ролик на канале упоротого палеонтолога. С чем же столкнулись первые членистоногие? Видите ли, появились они в эпоху мирных садов и диакария, в которой не было модно есть друг друга. Все животные были фильтраторами, дотретофагами или поглотителями бактериальных матов. Но с появлением активно плавающих и перемещающихся по дну животных, возникновение первых настоящих хищников, как понимаете, не заставило себя долго ждать. Самым древним обнаруженным ископаемым, которое, вероятно, было одним из первых членистоногих, является Морелла, внешним видом этакая помесь мокрицы с тараканом. Что интересно, в одной из найденных окаменелостей животное погибло прямо в процессе линьки. Также после анализа покровов было установлено, что это животное имело радужный переливающийся окрас. Что ж, неплохая сохранность для животного, жившего ни много ни мало 520 миллионов лет назад. Исследователям не удалось причислить Морелл ни к одной из современных или вымерших групп членистоногих. Из чего был сделан вывод, что они занимают среди членистоногих самое базальное положение. И, вероятно, первые членистоногие были похожи на Мореллу и имели близкое строение. У ближайших родственников членистоногих, динокорит, не было полноценного ротового аппарата. Например, у Аномалакариса, одного из первых апекс-хищников, по краям рта было лишь 3 хитиновых створки, при помощи которых он мог убивать и измельчать некрупных хордовых, но никак ни членистоногих, покрытых внешним скелетом. Сами понимаете, грызть хитин хитиновыми зубами не вариант. К слову, у Морелл, первых членистоногих, о которых мы говорили только что, тоже не было ни зубов, ни ротовых придатков. А так как в связи с активным образом жизни увеличивается скорость обмена веществ, жевать бактериальные маты перестает быть энергоэффективно, так что первым членистоногим было просто необходимо изобрести достойный ротовой аппарат. Для чего? Ну в первую очередь, конечно, чтобы есть друг друга и занимать ранее свободные ниши хищников. А во вторую очередь, чтобы более эффективно перерабатывать ту пищу, которой уже были приспособлены их более примитивные беззубые родственники. Все ради эволюционного успеха, поймите. Собственно, самая фундаментальная классификация членистоногих основана именно на морфологии ротовых придатков. Итак, во время кембрийского взрыва биоразнообразия, членистоногие радостно развалились на хелицеровую и челюстную ветки. От хелицеровой ветки, еще до появления, собственно, хелицер и педипаль, отпочковался класс узнаваемых животных – трилобитов. Они, хоть и не имели специализированного ротового аппарата, все же решили проблему с питанием, научившись довольно нехитрым образом фильтровать грунт. Как это было? Трилобит движется вдоль дна, и вдруг, при помощи своих длинных антенн, улавливает какой-то вкусный аромат. Ну там полуразложившегося трупика какого-нибудь хордового или какашек аномалокариса. Что делает трилобит? Он встает над вкусняхой и при помощи лапок начинает поднимать взвесь ила и съедобных частичек в области под своим телом. Лапки трилобита двигались волнообразно, изгибаясь в сторону рта, отфильтровывая съедобные частички и продвигая их в рот. Таким образом трилобит мог отфильтровывать и весь грунт без разбора. Так питалось большинство трилобитов, хотя некоторые умудрялись становиться охотниками, используя вместо челюстей выросты на передних лапках. Далее от этой ветви отделилась уникальная клада – морские пауки. Уникальная хотя бы потому, что у них выросты кишки заходят прям в ноги. Прям до самого конца. Как тебе такое, Сонин? О морских пауках вообще можно делать отдельный выпуск. Но сейчас кратко. Настоящими пауками они не являются. Ротовое отверстие морских пауков напоминает таковое у аномалокарисов. Но не из жесткого хитина, а из мягкой кутикулы. Зато в их ротовой полости есть твердые выросты, напоминающие микрозубки на радули моллюсков. Далее идут настоящие хелицеровые с более продвинутым ротовым аппаратом – мечехвосты, ракоскорпионы и паукообразные. У вероятного общего предка хелицеровых – молисонии. Вторая пара антенн, которая сохранилась у ракообразных, преобразовалась в трехчленистые клешни – хелицеры, которые были способны отрывать кусочки пищи и подавать их в рот. У современных пауков число членников хелицер сократилось до одного, так как паукам не нужно перетирать свою пищу. Пищеварение ведь у них наружное. Так это была одна ветка. Членистоногие второй ветки решили, что не хотят отщипывать от пищи маленькие кусочки, а хотят вгрызаться в море всецело. Поэтому развили сложную систему челюстей – две пары максил и как минимум одну пару мощных жвал. Общим предком жвалоносных может быть такумия – около 508 миллионов лет назад. Такой аппарат позволял успешно перетирать как растительную, так и животную пищу. В этой ветке у нас три группы – ракообразные, многоножки и гексоподы, или шестиногие, которые представлены главным образом насекомыми. Ну, три группы по общему признаку – это, конечно, хорошо. Но вот какое родство они имеют друг к другу? Происхождение насекомых долгое время оставалось загадкой из-за малого количества находок той эпохи. В рамках классической систематики, основанной на сравнительной морфологии, гексопод, в их числе и насекомых, объединялись с многоножками в общий таксон трахейно-дышащие. Дело в том, что дыхательная система и насекомых, и многоножек представлена густой сетью полых трубочек – трахей, пронизывающих все их тело. Они доставляют кислород и осуществляют газообмен напрямую в тканях, минуя всасывание и транспорт растворенных газов по гемолимфе. Есть еще несколько признаков, по которым гексоподы схожи с многоножками, но способ дыхания – это основное. Был еще один вариант этой гипотезы, мол, насекомые являются не родственниками, а потомками многоножек, а ближайшими родственниками среди них насекомым приходятся симфилы. Еще в пользу этой гипотезы был тот факт, что все обнаруженные до того момента гексоподы и многоножки были наземными животными, то есть предполагалось, что их общий предок вышел из воды на сушу еще до разделения этих групп. Впервые эта гипотеза дала трещину после обнаружения окаменелостей наиболее базальных двупорноногих многоножек, которые по определенным признакам были первично водными обитателями и на сушу не совались. Никаких сомнений в этом не оставили выводы статьи 2020 года, ведь согласно данным молекулярных часов, разделение многоножек на отдельные классы произошло еще в позднем Силуре, около 500 миллионов лет назад, еще задолго до выхода животных и растений на сушу. Но это сильно забегая вперед, ведь еще задолго до выхода этой статьи были проведены более тщательные морфологические исследования, когда сравнили насекомых с различными группами ракообразных. И у меня тоже бы возникли сомнения по поводу родства насекомых с многоножками, когда я только бы увидел этих существ из семейства гнатиид. Эти ракообразные относятся к высшим ракам, к тому же отряду, что и мокрицы. Вот чисто визуально сравните гнатиид с этими представителями насекомых. По итогам сравнительного анализа выходило, что гексоподы происходят либо напрямую из группы высших ракообразных, либо являются сестринской веткой ко всем ракообразным. Второй вариант не выдерживал критики, ведь первые ракообразные известны из отложений среднего кемприя, около 511 миллионов лет назад, в то время как насекомые появляются в палеонтологической летописи только в раннем Дивоне, около 410 миллионов лет назад. Таким образом, версия о происхождении ракообразных и насекомых от единого общего предка порождает временную дыру в 100 миллионов лет, в течение которого насекомые должны были существовать, и мы должны находить их останки. Единственное, что оставалось делать, это искать положение насекомых внутри подтипа ракообразных. И так и нашли. Здесь стоит кратенько представить основные группы ракообразных, чтобы у нас сформировалась общая картина того, с чем столкнулись исследователи. Первыми из других ракообразных диверсифицировались три группы. Высшие раки, цифалокориды и ремипедии. Первые высшие раки – это те ракообразные, которых все представляют в первую очередь. Это речные раки, омары, крабы, всевозможные креветки, раки-богомолы, равноногие, к которым относятся макрицы, бакоплавы и другие отряды. Здесь выходит шутка. Высшие раки не такие уж и высшие, оказывается. Они занимают самое базальное положение среди прочих. Цифалокориды представлены лишь 12 известными видами. Они имеют не более 3 мм в длину, копаются в иле и питаются детритом. Имеют достаточно примитивное для ракообразных строение тело. Ремипедии же до 1979 года считались вымершими, притом еще в каменноугольном периоде, пока их случайно не нашли в морских пещерах на Канарских островах. Около 25 видов. Они имеют более сложный ротовой аппарат по сравнению с цифалокоридами. Одна из пар их ротовых придатков имеет когти, снабженные протоками ядовитых желез, которые ремипедии могут использовать для охоты. Эти животные до 4 см длиной мало того, что не имеют глаз как таковых, так еще и кверху брюхом плавают. Во второй группе у нас 4 подкласса. У мистакокорид тоже всего 12 описанных видов, как у цифалокорид. Это мелкие до 1 мм рачки, которые по жизни копаются в песке. Далее у нас пятиустки. И если вы посчитали странными ребятами ремипедий, то как вам такое? Да, это не пиявка и не другой кольчатый червь. Это ракообразная. Да, в семье не без урода. Пятиустки вырастают до 16 см в длину и выбиваются среди своих родственников не только внешним видом, но и образом жизни. Дело в том, что они паразиты. Внутренние. Позвоночных. Наземных. Дело в том, что они селятся в органах дыхательной системы рептий или птиц и даже млекопитающих. И такое дело иногда заражают человека. Ага. Болезнь называется лингватулидос. Карпоеды или карповые вши. Некрупные наружные паразиты рыб и иногда головастиков. Тело ракушковых рачков закрыто двустворчатой раковиной. Их обычный размер 1-2 мм. Некоторые зарываются в грунт, но большинство являются компонентом планктона. Последнюю группу открывают жаброногие. Их самые узнаваемые представители это щитни, а также микроскопические дафни и артемии. Эти ракообразные фильтруют воду при помощи всех ножек. Как это делали трилобиты. Веслоноги. Размер большинства из них до 1 см. Главным образом это внешние паразиты беспозвоночных и позвоночных животных. Некоторые являются планктонными. Это самый многочисленный отряд ракообразных. Десятки тысяч видов. А самые узнаваемые их представители циклопы. Замыкают разнообразие ракообразных те костраки. Это в основном прикрепленные организмы. Больше напоминающие кораллы. Ну картинки морских желудей вы точно видели же. Что ж, теперь среди всего этого бульона ракообразных нам как-то нужно вывести происхождение гексопод. Итак, в начале 21 века с развитием технологий компьютерного моделирования и молекулярной генетики исследователи наконец приходят к наиболее конкретным выводам о происхождении гексопод. И насекомых в их числе. Короче, в 2006 году вышла статья в журнале Science. Авторы статьи проанализировали выводы нескольких молекулярных анализов ракообразных и пришли к выводу, что ближайшими родственниками гексопод могут являться жаброногие ракообразные. Из летописи окаменелостей известно, что появление современных групп жаброногих датируется ранним дивоном 420-390 миллионов лет назад. К этому времени они были уже полностью адаптированы к пресноводным средам обитания. Датировки появления первых пресноводных жаброногих точно соответствуют времени появления первых окаменелостей гексопод. Отсюда следует предположение, что их последний общий предок плавал в пресноводном пруду где-то в позднем селури 423-416 миллионов лет назад. К слову, это хорошо согласуется с временным разделением между линиями ракообразных и гексопод, оцененным на основе анализа молекулярных часов. Так как морфология говорила о родстве насекомых с высшими ракообразными, этот вывод был немного неожиданным, но это было лишь началом. В 2011 году ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале «Молекулярная биология и эволюция», собрали набор филогеномных данных, включавших недавно сгенерированные данные нуклеотидных последовательностей ДНК по пяти линиям ракообразных ремипедиям, двух группам жаброногих, ракушковым ракообразным и высшим ракообразным. После тщательного анализа этих данных исследователи пришли к выводу, что сестринской веткой гексоподом можно рассматривать ремипедий, и соответственно обе этих группы имеют общего предка в лице древнего ракообразного, обитавшего в соленой воде. Кстати, сейчас не по тексту, что ремипедий, что многоножки, особо не важно, кто предок гексопод, правда особой принципиальной разницы обыватель не заметит. Все бы хорошо, но практически следом вышло еще одно исследование, и такое уж дело, его результаты являются самыми полными по филогене и членистоногих на данный момент. В 2012 году ученые из США проанализировали огромный массив данных с анализами последовательности ДНК у 75 видов членистоногих разных групп и 5 видов их ближайших родственников. И кроме прочих выводов пришли к мнению, что гексоподы являются сестринской веткой не просто к ремипедиям, но еще и к цифалокоридам. Два этих класса ракообразных объединили в группу ксенокорид, а гексоподы, то есть и насекомые, оказались в сестринской ветке к ним. Статья была опубликована в журнале Nature. Таким образом, согласно современным представлениям, гексоподы, а соответственно и все насекомые, происходят от ракообразных общих предков с ремипедиями и цифалокоридами. В соответствии с этими данными эволюционная ветвь гексопод отделилась от ракообразных в позднем силурии раннем Дивоне. Но как же выглядели первые гексоподы? Первые железно подтвержденные находки гексопод датируются ранним дивонским периодом 410 миллионов лет назад. Вскоре за появлением первых сосудистых растений на суше. Эти находки представлены двумя видами. Первое животное Ринейла предсурсор по морфологии сходно с колимболами. Она была всего 1-2 миллиметра в длину. Судя по всему жила на суше и была детритофагом. Это древнейшее известное животное из группы гексопод. А самым древним насекомым считается Ринейната гирстцы. У нее были крылья, а это означает, что гексоподы поднялись в воздух уже вскоре после выхода на сушу. Но это уже совсем другая история. Итак, выводы. Не стоит уделять морфологии столь огромное значение в систематике групп животных. Морфология и сравнительная биология это основа, которая обязана быть подкреплена передовыми методами исследования. И если базовые методы никуда не деть, так как это база и без нее никак, то вот учебник по биологии за седьмой класс идет в помойку без лишних разговоров. Из общей пользы эти исследования помогут лучше понять законы филогенеза животных и усовершенствовать наши методы исследования родства организмов. Также лучше понять историю развития жизни на нашей планете. Кроме всего прочего, из выводов этих работ следует, что гексоподы появились в морской воде и вышли из воды на сушу уже самостоятельно. Ногоножки отдельно, гексоподы отдельно. Группа трахейнодышащих, как и неполноусых, что почти одно и то же, признается ни в каком виде невалидной. Эта группа навсегда ушла в историю вслед за максилоподами. Как бы вы не хотели, забудьте о родстве насекомых и многоножек. Мне будет просто, этот факт мне никогда не нравился. Ох уж, сколько факапов уже было из-за этой конвергентной эволюции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok